Это наши очередные спасители, они нам привезли ключи от танка, вот этот вот, вот этот человек научился от меня терять ключи от машины, Гриш, как вообще ты смог так? Никогда такого не было, ключ у тебя с тобой, и вот опять, покажи ключ, вот это единственный ключ от вот этой большой машины, которая должна сегодня тащить в Болгарию наш прицеп дальше Вы представляете, какие минуты я пережил, там вся моя жизнь, мой компьютер, в котором все материалы сняты, новые камеры и так далее и тому подобное, это все закрыто, невозможно сейчас открыть Фу, ну а ключ нашли, благодаря добрым людям, привезли, и наши приключения продолжаются Пример настоящего боевого рукожопства Как оно выглядит? Вот система крепления прицепа, да, только когда она сделана вот таким рукожопым образом, это не застегивается, потому что видите, что упирается и застегнуться не может Но мы долго ломали голову, как же сделать хорошо, не знаю, какая точно не хомо сапиенс это сделала Вот, но факт отстегивается фактом И вот этот гениальный человек сейчас покажет, как нужно сделать правильно Опа! Вуаля! Боск дан человеку, чтобы думать, а руки, чтобы работать Дрипс с планером Первый раз мы прицепили к танку, к Титану, Ниссану Титану У нас тренировка по вождению прицепа, Гриша никогда прицеп такой не возил Машину такую водит, а машина почти такой же длины, как прицеп Сейчас у нас только что была пляска с бубнами по подсцепке фаркопа Конечно, это ужас, как там все собрали некоторые, скажем так, рукожопы Но мы все починили Лапы мои, как видите, как я, как из гаража Любимый гараж, любимые ключи Как-то, как всегда, весь в пыли, в говне В общем, все, как мы любим Ну, вроде как, держится Узел Узел не разваливается Конечно, вот это вот Я бы за такое Оторвал бы все Чтоб такое даже не размножалось, которое это делало Ну, машина зато хорошая Знаете, как красиво все едет А фаркоп, конечно Вот, я сейчас покажу это чудо Зодчество, которое Покрасили уже в собранном виде Нет, чтобы разобрать, покрасить красиво Ну, короче, редкое боевое рукожопство Вот здесь шов сварочный То есть, вы представляете, да, это едет все И вот здесь трещина усталостная Чпок И планер за 100 тысяч евро улетел И это все держится на одном болтике Ну, болтик, конечно, 12-й Но, вообще, ужас Вот это вот 4 тысячи километров ехать Я даже не знаю, ехать или не ехать Что делать? Напишите в комментариях Ну, что ж, глубоко уважаемые любители летных видов спорта Мы на болгарской таможне И, соответственно, у нас начинаются приключения Нельзя снимать? Хорошо, не буду Буду себя снимать Проблема в том, что Въезд из Сербии в Болгарию Естественно, сопровождается таможенным коридором И не понравился Такой хороший, дорогой прицеп Он, естественно, вызывает некие сомнения Что хорошо бы на этом можно Или заработать, или мозг потрахать и так далее Соответственно, первое, что нарушено У нас забрали паспорта Причем пограничники их отдали Таможенники их забрали Что изначально, в принципе, неправильно Ну и дальше мы сейчас стоим уже полчаса Нас маринует Видимо, хотят, чтобы мы что-то смазали Мы этого делать не будем Но я хочу выразить презрение В данном случае Вот этому переходу Вот так вот нас встречает Страна Болгария Ну что? Преступник, контрабандисты Приключения продолжаются Друзья, вот наш планер стоит Вот в этом странном месте Таком полузаброшенном Похоже, мы будем ночевать Потому что нам сказали, что большой начальник Который сможет помочь нам Отсюда уехать Ну, объяснить, зачем мы здесь остались на ночь Вот он приедет к утру Вот И дальше будет разбираться Я не знаю, на каком основании Гражданина Евросоюза с планером Зарегистрированного в Евросоюзе Здесь забирают Но факт остается фактом Мы здесь до утра Раз уж мы на таможне Давайте я вам байки порассказываю По таможне Возил я прицепов очень много Всю свою жизнь сознательно, можно сказать И в Петискал Самые разнообразные границы Как вы понимаете Самые тяжелые границы были постсоветские Например, литовско-белорусская Латвийско-российская Российско-украинская Ну, то есть, вот я был на всех И вот был всегда вот Ну, с таким же планировочем Сейчас проблема в чем? Ну, просто вот Видно Видно, почуяли Что вещь классная, хорошая Можно помариновать Специалиста нету Приехал какой-то начальник Пытается разобраться Можно отпускать или нет В принципе, по всем международным законам Это инвентарь То есть, даже вот В таможенном кодексе Там В постсоветском Это Российский, украинский Написана строчка Планер На него не нужно ни залогов Ничего То есть, он просто Заводится Можно завести на временный ввоз И вывезти В данном случае Это вещь Евросоюза То есть, французского Я гражданин Евросоюза Мы въехали из Венгрии Проехали Сербию Въехали в Болгарию Никаких, ничего Не должно быть По уму То есть, это вот безумие Что они хотят Сейчас что-то там Какие-то бумажки Но не суть Давайте я вам просто расскажу Пока мы ждем утра То есть, нас вот оставили сейчас В 12 часов ночи Первый час И мы должны до 8 Судя по всему Будем тут сидеть Пуковать То есть, я на этом студии Буду открывать шлагбаумы На границе Я вам расскажу Самую смешную историю Как я проходил Российско-украинскую Границу Мне нужно было Сделать временный Вывоз планера Ну, я ввез Можно в России было Держать планер Полгода Надо было вывезти Запрещают снимать Но На мою просьбу Выдать мне бумагу О том, что Бокументы мне В час ночи забрали Отказываются Точнее, говорят Да, мы выдадим И при этом Сразу же исчезают То есть Здесь уже огромный Наряд полиции Исчез В полном составе Растворился Сзади Находятся полицейские Которые отказываются Принимать заявление О том, что С нами так обращаются И так далее И так подобное На требование Выдать хотя бы Какие-то бумажки На том, что Забрали бумажки На таком-то основании Но все Отмораживаются Начальник Таможни Помахал бумажками И сбежал Он-то подправил Какой-то e-mail Софию На тот случай Что Как же вдруг Преступник Волков На своем плане Участник чемпионатов мира Европы И так далее Тащит планер Какой-нибудь Контрабандой Свой личный По документам Из Европы В Европу Вот Друзья Смотрите Вот На вот это Безобразие Не знаю Почему Не разрешают Это снимать Ну вот пока Получается Я бы хотел Рассказать историю О том Как Как-то я проходил Российско-украинскую Таможню И сначала Проходил российскую И там Все поняли Что временный Ввоз был Временный Вывоз Достаточно Лихо Я ее прошел Почти лихо Да Туда Выехал Лихо Вот Потом Заезжаю На украинскую Сторну И Ну единственное Что Когда российскую Проходил Все Удивляются Планер Там У меня Декларирован Там 55 тысяч Евро Стоил Все Как положено В декларации Мне говорят А залог Вы никакой Не вносите Нет Потому что У вас Таможенном Кодексе Прописано Что это Теннисные Ракетки Винсерфинг И Вот В этом Жет Спортивный Инвенитар Висит Что Это Планера Тоже Написано То есть Планер Можно Вести Его Не нужно За него Залог Никакой Оставлять Ну Единственное Там Оформляется В данном Случа Когда В Россию Возилось Временный Воз Соответственно Вывоз Дальше Я въезжаю В Украину Также Сделаю Временный Воз И Конечно Когда Видят Цифру Стоимости Все Стоят На уши И Вот Один Из Наш Малыш Малыш Завелся Вот Наш Прицеп И Когда Видят Цифру Декларации Все Конечно Сильно Возбуждаются Ну И Приходит Первый Человек Ну И Там Начинает Ты Понимаешь Что Просто Так Проехать С Такой Вещью Нет Я Проеду Всегда Проезжал Сейчас Проеду Ну И Начинается Вот Посмотри Как Как Он Проедет Вот Столько Стоит Штука Он Просто Так Возьмет Да Проедет Один Другому Говорит Ну И Когда Это Закончилось Они Видят Что Я Достал Кодекс Таможенный Пристали Нашли Пункт Про Планера Очень Сильно Расстроились По Эм Поводу Ну И В общем Девать Снег Надо Пропускать Тогда Приходит Пограничник И Говорит А Есть Чо Что Значит Чо Ну А Вдруг У тебя В Крылья Чо Ничего Нет А Если Я Посмотрю Как Вы Будете Смотреть Он Говорит А Я Знаете Как Дырочку Просверлю И Посмотрю Ну И Я Тут Испугался Думаю Если Он Просверлит Дырочку То В этом Случае Что Будет Планер Будет Потеряет Возможность Летать Хорошо Пишите Что Вы Планером В этом Случае Я Получаю Страховку Ну Все Довольны Готовы Сыграть В эту Игру Ну Я Был Достаточно Уверен Я Было Жалко Планер Очень Ну Короче Идея Его Сверли Дырочку В крыле В общем То Испарилась Я Выехал Дальше На обратном Пути Украинскую Таможню Прошел Со Свистом Никаких Вопросов Больше Не возникало На выезд А Наверное Спешишь На соревнования Говорю Не Не Спешу Завтра Упражнения Ну Ладно Тогда Раз Не Спешишь Вот Тут Станет Рядышка Вот Постой Вот Если Заспешишь Ну Можно Как-то Ускорить Я Говорю Как Это Ускорить Можно Ну Ты Не Догадываешься Как Можно Ускорить Я Говорю Вообще Не Догадываюсь Я Такой Тупой Что Наверное Как-то Быстрее Делать Работу Наверное Вы Наверное Хотите Сказать Что Как-то Вы Должны Вдохновиться Я Говорю Да Должны Вдохновиться Ты Для Этого Все Можешь Делать О Говорю Я Могу Вас Попросить А Сделайте Пожалуйста Вашу Работу Быстрее Потому Что Я Спешу На Соревнования Ты Спешишь Все Нет Ну Я В Пулинцепе Спешу Ну Ладно Вот И Дальше Значит Ну Часа Полтора Или Два Я Стою Компьютер Был Телефон Интернет В общем Я Там Занимаюсь Своей Работой Вообще Не Парюсь И Через Некоторое Время Никто Не Выходит Тогда Я Подхожу Говорю Слушайте На Каком Основании Вы Меня Муржите Уже Два Часа Ну Так Ты Вроде Как Никуда Не Спешишь Я Еще Чуть А Ты Не Решил Что Еще Надо Как То Побыстрее Как То Что Сделать Для Этого Что Еще Могу Сделать Как Запомнил Все Анкеты И Так Дали Тому Подобное Ну Короче Вот Мне Намекали Намекали Ну И В конце Концов Когда Все Так Мне Выдали Бумаги Я Ничего Не Заплатил На Копейки Мне Выдавая Документы Сказали Ну Что Держай Коль Совести Нет Вот Этот Махровый Совок Говнище Дико Ненавижу Самый Кстати Яркий Случай В моей Жизни Был Когда Я Был Студентом Я Ехал С Первого Курса Я Учился В ХАИ Я Ехал В тот Момент Когда Вели Визы Но Я Был В Харькове Когда Визы Ввели Я Еду Через Белоруссию Меня Высаживают На Белорусской Станции Белорусский Пограничник Со словами Ну Причем Он Сказал Честно 5-7 Долларов Я Говорю Слушайте Ну Тот Случай Когда Не было Реально Вообще Денег Совсем И Даже На Билет Вот Если Как Меня Высадили Мне Денег Не было На Билет И Вот Меня Он Высаживает Я Понял Что До Граница Пустая Ни Одного Полицейского Вкинь Куда Хочешь Бери Что Хочешь Делай Что Хочешь Ну Вот Кстати Появились Сразу Так Вот Представляете За вещь Которая Товар Евросоюза Хотят При Ввозе В Евросоюз Регистрированный В Евросоюзе Взять Залог За То Что Я Ну Въезжаю Я Временно Ввожу Временно Ввожу В Евросоюз Мою Собственность До чего Можно Додуматься На таможне Ночью Если Плохо Учиться В школе То есть Вот Этот Мир Двоечников Честное Слово По-другому Не скажешь Пока Мне разрешают Снимать Главное На таможне Видите Оп Поехали Проезжайте Расскажу Историю Про Поезд И Высадили Меня С поезда И Я сижу Плачу Подходит Начальник Вокзала Такой Дядечка Такой Приятный Бывают Настоящие Железнодорожники Видно Что С низов До Рос Чувствуется Когда В человеке Стержень Какой-то Он Смотрит Что Студент Платишь Говорю Говорю Вот Так Вот А Как Вы Сидели Почему Говорю Ну Вот Так Вот Просили Что-то Говорю 5 Долларов Дальше Краснеет Как Вдруг Вдруг Полиция Наконец-то Напишите Письмо На эту Таможню Я Видео Ставлю Ссылочку Что это За пункты Напишите Им Благодарность За то Что Задержали Мечту Летать Здесь И Сорвали Встречу С Болгарскими Друзьями Планилистами Потому Что Конечно После Такой Ночке Не летать Не тусить Сил Никаких Не будет Сволочи В общем Ненавижу Наливай Наливай Рак Честное Слово Друзья Сходил В таможню К полиции Спросил Если Вот В нашей Машине Которая Стоит Здесь Посреди Парковки Выпьем Раки Нас Заберут Или нет Сказали Нет Не заберем Только Отстаньте От нас Не требуйте У нас Выдать Бумагу Что Мы Забрали У вас Бумагу Так Что Вот Пожалуйста На сон Грядущие Спать Пошли Не все В жопу Как Это Был у меня Ролик Завтрак В лоботях Ну А теперь Мой коллега Говорит Что Ролик Утро В глубинях Ну Что Вот Она Вот На границе Вот Эти Добрые Люди Которые Заставляют Ночевать Отважных Планиристов В машине На вот Этой Вот В общем-то Практически Помойке Ужас Позор Позор В болгарской Таможне Фу Пусть им Будет стыдно Напишите Друзья Письмо Напишите Что Культурные Люди Так Не делают Что В Европу Так Не входят Если Вы Друзья Бир Был Просто Черно-белый Он Разный Вот Этого Точно Не белые Полоса Ну Машина Белая Ладно Тву Черная Хорошие Люди Нас Спасать Так Сказать Спасают Посмотрите Какой Завтрак Нам Привезли Спасибо В Болгарии И мои Хубовые Мечта И Сангиду Насел На Егор Даги Близу Да У нас Должен был Быть Сегодня Встреча И Тусовка И так Далее Но Тусовка Все Равно Есть И Встреча Есть Только Не В том Месте Где Мы Планировали И За Это Спасибо Таможне Болгарской Будь Она Деладна Друзья Друзья Я Снимаю Скрытой С Камерой Вот Этот Чувак Реально Долбаный Вдатый Просто Муку Причем От него Поговорил Не прет Что Здесь Есть Здесь Все-таки Лайнер Они Сказали Что О Егор Это Стоит Минимум 4000 Но Потом Плавно Торговались На Две С Половиной Сейчас Мы Собрали Все Наличность Которая У нас Была Потому что Гриша Не доложил Мне 700 Явр И пошел Решать Вопросы